Вот посмотрите, мы сейчас, Рыбнов Толи здесь будет управлять процессом заполнения контуров букв. Мы как раз с ним обсудили, на самом деле это является написанием буквы или нет. Или буквы в принципе уже существуют, а мы только их наполняем. Называется ли это, что вы пишете буквы в Торе, или Торой уже можно пользоваться. В общем, это такой отдельный интересный разговор. Но я обратил внимание на вот это вот приспособление. Я подумал, что это может быть такое. Может выпасть осторожно, да? Я спросил Рыбнов Толи, а что это такое? Смотрите, это одноразовая такая маленькая тарелочка. Она залита чем? Вы взяли гипс. Гипс, развели с водой, она просто может выпасть. И положили туда пробочку от чего? От водички какой-то. И все это дело стало такой твердой формы. Теперь что же, для чего вы это сделали Рыбнов Толи? Поясните нам. Мне просто очень понравилось. Эта идея, до какой степени практическая мысль, она помогает выполнить заповедь. Рыбнов Толи нам пояснит. Я начну с того, чем пишут Тору. Во время Мишны и Талмуда Тору писали тростниковым коны. Тростинкой? Тростинкой. В Европе тростника не было. А другие деревья, они очень мягкие, и они быстро, их острота стиралась. И что было в Европе, это было перо от кошерной птицы, которая легко затачивается. И во время процесса тоже легко опять заново поточить, и оно пишет довольно очень четко. И так до сих пор продолжают ашкиназим писать пиром. А левой рукой, вот я левшая, могу написать левой рукой? О, это спор между паским. Ага, между законодательными. Или мы приравниваем писание с Эфраторой Фильном Мизузот на законы Шаббата, которые там сказано, что писание левой рукой, это считается не писание, человек будет по тур. Да, но там это только, если человек обычно не пишет правой, левой рукой. Секундочку, я говорю из обычного человека. А, по обычному слову. Да, поэтому Шухана Рух, он сказал, что если правша пишет левой рукой, Это не кошер. Это не кошер, изначально этим не пользоваться. И поэтому левша должен будет написать правой рукой. Я в Ешиве помню, когда я заполнял букву, мне дали в левую руку. Человек, который это сделал, он сделал это неправильно. Если сказать из того, что это уже буква кошерная, Тогда я могу это написать левой рукой. Но если была буква не кошерная, Тогда это сэфэк. Тогда это сэфэк. Тогда это сэфэк. Это махлокитапоски. Милаха не загорим бы зэ, лахаткила лого симминзэ. О, изначально этого нельзя. И теперь расскажите нам про эту вашу... Секундочку, секундочку. И если человек левша, Для него это перо не подходит. Потому что нужно ему заточить... Это перо идет чуть под... Под уклоном. Под наклоном. И для человека левша нужно сделать наклон с другой стороны, Потому что он ведет справа налево. Отлично. Теперь... Про ваше изобретение. Обычно перо окунают в чернильницу. Так. Которая довольно глубокая. И в ней есть много чернила, Которая называется... Балашонхазаргийё. Здесь человек, который неопытный, И не знает, как правильно писать, Он может... Поставить кляксу. Поставить кляксы, испортить сэфэктору. И поэтому для него нужно маленькое количество чернила. И если просто налить в пробочку, Маленькое, конечно, чернила, Пробочка на легкое и неустойчиво, Может повернуться у пасти и запачкать... Опять же, поставить большой клякс. Окружность. Так. И для этого простое изобретение... Приспособление такое. В тарелочку наливаю... Я залил ее гипсом. И пока мисс гипс был жидкий, Я в него ставил пробку. И оно застыло. И теперь у меня есть тяжелая масса, Которая дает устойчивость пробки с чернилом. Ну вот, видите. Называется, используй то, что под рукой, И не ищи себе другое. За патенты. За патенты поделимся. За патенты поделимся. То всем большое спасибо. Еще раз Мазальтов. Это был еще один блог про внесение сэфертори в Толдот. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!